приветствую вас сегодня на этой встрече хотели бы хотел бы с вами с вами поделиться несколькими мыслями о святой литургии наш святейший отец папа бенедикт однажды сказал такое слово будучи еще кардиналом ратсингера я вот так перевел вот это выражение его способе в каком мы служим литургией решается судьба веры и церкви можно было бы как бы по-другому еще сказать наше отношение к литургии нашего отношения к литургии решается судьба именно веры и церкви и он много лет назад он написал книжку как бы такую автобиографическую карина ратсингер и там он пишет свои воспоминания тоже о втором ватиканском соборе и он говорит он помнил когда в то время епископа регенсбурга перед тем как он поехал на собор он говорил семинаристам и священникам и в этом выступлении этот этот уже пожилой старый архиепископ говорил у меня я еду с какой-то озабоченностью собор молитесь чтобы соборе чтобы не так было чтобы слишком мало говорили о боге что первом месте нужно говорить о боге интересно что вот этот эпизод когда ратсингер вспомнил в своей книжке о соборе на первом месте стоит бог и так это тоже относится к священной литургии именно второй ватиканский собор именно уделил этой теме первое место потому что богослужение и мы служим богу богослужение это поклонение бог это молитва и поэтому она имеет первое место и поэтому второй ватиканский собор поставил это на первое место своих совещаний и как вы знаете первый документ который был издан это именно и был вот этот документ о священной литургии называется сакросанктум консилиум я хотел бы вам указать несколько выражений пунктов под сакросанктум консилиум которые часто забываются сегодня и я думаю что это в каком-то смысле трагедия что подавляющее большинство собор сегодняшних католиков скажем идентифицирует реформу литургическую которую мы сегодня имеем в конкретных этих формах со вторым ватиканским собором но если мы конкретно посмотрим что собор какие он принципы сказал то мы мы увидим что это большой контраст допустим номер два сакросанктум консилиум говорит что в церкви во всей церкви нашей жизни церковной и тем более в литургии нужно соблюдать такой принцип где человеческое должно быть направленное на божественное и ему подчинено скажем ориентированное на божественное временное должно быть направленное подчиненное вечному и это этот аспект что в литургии то что человеческое и временное и видимое оно должно быть подчинено именно божественному вечному невидимым это очень важный принцип который сразу стоит в начале документа о литургии номер два и поэтому сделаем анализ как наши литургии проходят как они проходят как они осуществляются действительно ли во всех на нашей литургии человеческое видимое временное подчинено божественному и на него направлено вечно потом сакросанктум консилиум номер восемь говорит что литургия наша здесь на земле она уже сейчас участвует в литургии небесной эта характеристика должна быть литургии чтобы наша земная литургия человеческая тоже церковная она участвует в небесной литургии которая служится в небе в обществе святых и ангелов где Иисус Христос сидит и весной отца то есть так должно если кто-то зайдет в наше богослужение он должен это ощущать что здесь мы наша литургия участвует в небесной литургии значит это говорит ватиканский собак номер восемь сакросанктум консилиумом далее я может пойду по номерам двадцать один я считаю это важные сказания номер двадцать один говорит что обряды то есть внешней формы литургии они должны быть таковы дабы яснее выразить сакрум то есть святость вот все обряды даже сакрум все должны быть таковы чтобы они яснее выразили сакрум святость номер двадцать один сакрум консилиум говорит это принцип и поэтому если принципы не соблюдаются тогда то что практически мы делаем литургии и как она выглядит и как она служится нужно спросить соответствует ли это этому принципу или нет со всей честностью без полемики честно спрашивать себя все вся церковь должна сегодня войти в этот я думаю процесс вот этого сознания снова и какое-то испытание совести по отношению к литургической реформе тоже учитывая принципы второго ватиканского собора дальше номер двадцать три тоже очень важный номер там говорится так по-латински инновационис не фиат инновационис не фиат новшества новые вещи в литургии не должны быть инновационис не фиат это принцип второго ватиканского собора только только если за исключением если эти новые формы выходят из уже предсуществующих как бы органический а органический обозначает очень незаметно да что такое органический органический как растет растение как дерево растет это органический почти не заметно и так должна быть в литургии так хочет ватиканский собор чтобы ритургическая реформа было всегда в церкви были всегда и форум литургические были всегда но они были органические какгодрастет лес почти не заметно до но были и этот принцип хочет Второй Ватиканский Собор и дальше это все условно только и если что-то новое если оно принесет явную пользу и проверенную пользу церта утилитас явную номер 23 потом номер 30 говорит о так называемом активном участии верующих в петурге который уже говорил Святой Папа Пьедесятый кстати это выражение впервые появилось у Папы Пьедесятого активно партиципацию актуоза фиделию активная вернее деятельное лучше сказать деятельное участие осознанное деятельное участие верующих в петургии это уже Пьедесятый и после него другие Папы Римские поэтому то что Ватиканский Собор сказал это не новое было это уже Папы Римские до Ниндов Собора часто говорили об этом а что такое конкретно деятельное участие из разной формы самая высшая форма деятельного участия это конечно светлое причастие когда верующие причащаются от жертвы Иисуса это самая высшая форма активного деятельного участия естественно так и магистериум и учительство церкви всегда говорило но Ватикан конечно и если верующие внимательно участвуют и положение тела тоже даже является формой активного участия ответы которые они дают естественно сердце иметь у Бога и так далее но Ватиканский Собор говорит еще об одном элементе активного участия которое очень интересно сакрум силенциум святое молчание это тоже активное участие верующих в литургии говорит Второй Ватиканский Собор потом 36 и 54 говорит о латинском языке где говорит Собор что латинский язык должен 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 остаться употребление латинского языка должен остаться в римской литургии особенно в Святой Месси то есть это должен и дальше в 54 говорит все верующие должны быть способны дать ответы на Святой Месси на латинском языке и знать Ординариум то есть Кюрии Глория и так далее это просит Ватиканский Собор и 116 потом что Григорианское песнопение должно иметь в Церкви первое место то есть на первом месте вот эти семь пунктов можем видеть учение Второго Ватиканского Собора я думаю что сегодня вечером мы служили эту форму литургии и думаю мы верно исполнили все предписания Второго Ватиканского Собора я думаю более вернее потому что все что вы сейчас слышали мы сегодня у нас было саквум силенциум латынь регулянское песнопение где человеческое на божественно направленное именно позиции священника он смотрит на крест на знак присутствия Бога и небесная литургия более это сознание и сакрум как бы более выражается в этом и поэтому нам нужно это помнить эти учения Второго Ватиканского Собора все в литургии должно выражать суть того что мы делаем а что такое суть натура сущность Святой Месси церковь говорит магистериум говорит постоянное учение церкви что суть Святой Месси это жертва креста что мы имеем в Святой Месси суть Месси это жертва Иисуса на кресте которая под видом таинства знаков таинства для нас становится снова присутствующей действительно существенно только вид разный но суть та же потому что мы имеем того же священника который принес жертву на кресте тот же самый и на Месси мы имеем ту же самую жертву это учение догматическое учение Таденского собора которое все папы ритские постоянно до сих пор повторяют и не может поменяться это учение церкви значит а что такое жертва гольгофская которые в сути та же самая Месса жертвы они не различаются в сути своей а что суть еще раз и спрашиваем себя жертва Иисуса на гольгофе это высшее прославление Бога Glorificatio Dei Patris высшее прославление Бога то есть высшая адорация высшее поклонение Богу который Сын Божий в своей человеческой природе как первосвященник человечества принес Богу это и была жертва крестная и из-за этого высшего совершеннейшего поклонения и прославления Бога на кресте на жертве крестной из-за этого прославления Бога мы спасены то есть наше спасение это плод это выходит от прославления которое Христос принял Богу Отцу своей жертвой она истекает из этого и она предполагает прославление Отца прославление Бога адорация это первое из-за адорации Христа мы спасены его жертвы комплектной но он принес жертву в сердце свое это суть его жертвы следовательно если суть жертвы Иисуса это адорация Деи это глорификация Деи это прославление Бога и это и место есть суть мессы значит нам нужно все то делать на мессе чтобы все детали мессы такие были которые бы лучше выражали эту суть мессы адорацию христикацию Деи все что мы делаем с этой мессе все обряды наши и пение и все оно должно тому служить чтобы яснее выразить суть мессы именно поклонение Богу Отцу Святой Троице и поэтому самый великий грех человека самый великий это если он не поклоняется Богу если он не дает честь Богу а если человек не дает Богу поклонение адорацию если человек не дает Богу славу то пустого места не может быть, тогда он себе дает славу, себе дает поклонение или другим идолам. Это так и есть, оно естественно. Следователи, если мы на Святой Литургии убираем, уменьшаем знаки поклонения Богу, прославления Богу, тогда в этот вакуум входит, конечно, по закону логики, заходит больше внимания прославления человека во время Литургии. Так оно и есть в многих местах сегодня. Конечно, и многим это неосознанно. То есть, поклоняться Богу, Ему давать честь, это значит быть внимательным тоже. А Бог не только идея какая-то, да? Идея. Бог – персона конкретная. И Бог стал человеком, видимым, Иисусе Христе, воплощение. И мы знаем, как мы Ему поклоняться можем, видимым образом, Богу. Потому что в Нем обитает полнота Божества, Святой Павел говорит, в Иисусе. А воплощенный Бог, Иисус, Он дальше еще конкретнее стал, не только воплотился, Он стал Евхаристией. Евхаристией. Там дальше идет воплощение. И, следовательно, именно самое большое мы можем воздать поклонение Богу здесь, на земле, поклоняясь Иисусу Евхаристическому. Прославляя Его, беря Его всерьез, ставив Его в центр Иисуса Евхаристии, Дарохранительницу. Все, что связано с Иисусом Евхаристией, мы не можем преувеличить, как блаженный Иоанн Павел II сказал, такое прекрасное слово. «Нет опасности преувеличить в нашем способе почитания Евхаристии». Это Он сказал в своей последней энциклике «Экклезия и Евхаристия». Значит, и поэтому Второй Ватиканский Собор, как я уже 7 принципов сказал, и сам Второй Ватиканский Собор вначале говорит, этот Священный Собор ничего другого не хочет делать, как продолжать учение предыдущих соборов. И не может другого делать. Сам Собор так говорит, этот Священный Ватиканский Собор продолжает учение предыдущих соборов. Эта интерпретация, это критерия интерпретации, сам Собор себе говорит и дает нам в руки критерии интерпретации. Поэтому не можно интерпретировать Ватиканский Собор другими критериями, которые не имеет сам Собор в себе. То есть критериями революционными, то есть критериями этого прерывности, то есть что-то совсем радикально новое, это не можно так интерпретировать. Это делают именно разные группы, разного течения, это неправильно. Смотрите, документ о литургии Ватиканского Собора, этот Сакра Санктум Консилиум, если вы внимательно посмотрите, то там, кто цитируется самым большим, отцы Второго Ватиканского Собора. Когда они учат о литургии, они цитируют самым большим Папу Римского Пии XII. Пии XII. То есть его учение о литургии. Особенно в его энциклике Медиатор Деи, которая энциклика классическая о литургии. Не только его Медиатор Деи, но и другие его высказывания. И поэтому интерпретировать Ватиканский Собор и его литургии мы можем только корректно в свете Медиатор Деи, энциклики Медиатор Деи, и в свете учения Пии XII. Этот наш критерий. Не в свете какого-то там Бугнини, или в свете Ранера, или Кюнга. Нет. Мы должны интерпретировать Ватиканский Собор и факты, потому что там самое больше цитатов от Папа Пии XII. Традиция всегда для нас интерпретация всего. Потому что традиция, то, что старше, всегда имеет приоритет. Да? То, что старше, имеет приоритет. Но нам нельзя, потом, нам нельзя, как бы, идти в другую крайность, которая так называемая литургический археологизм. То есть, литургический археологизм. Это такая тенденция, как бы, уже немножко протестантизирующая, которая появилась конкретно в XVIII веке в так называемом Синоде Пистоиском. Синод города Пистоя, Италии. Это было в 1786 году. Там был такой Синод нелегальный, скажем, официальный. Хотя, там были, это бископ делал, это и священники из Пистоя. Но там уже они требовали в своих постановлениях, чтобы упразднять латынь, чтобы делать литургию, какая-то форма упрощенная, ссылаясь на первые века. И Папа Римский того времени осудил это. И Папа Пии XII в своей энциклике «Медиатор Деи» в номер 63-64 осуждает конкретно Пистоиский Синод. Он цитирует их выражение и их осуждает. Значит, эта позиция такого, и Папа даже употребляет слово археологизм литургический, и в номер 62 тоже осуждает это. Конкретно он говорит, что было бы неправильно, если бы под предлогом возвращаться к тому, что было в первые века, чтобы мы сегодня, чтобы алтарь имел форму стола. Менза. Папа Пии XII это так конкретно осуждает. Это неправильно. Следовательно, это и было мнение, это и был дух Второго Ватиканского Собора. И даже в этих конкретных выражениях. И поэтому мы должны помнить обязательно, когда мы читаем Сакрусантовом Консилиум, этот энциклику «Медиатор Деи» Папа Пии XII, и даже в конкретных пунктах. И поэтому мы должны, я думаю, честно, если мы делаем анализ, баланс испытаний совести, как получилась деформа литургическая, должны сравнить, противоречит ли она «Медиатор Деи» или учению Пии XII, даже в конкретных пунктах. А соответствует ли она этим всем пунктам, которые мы сейчас упомянули, или нет? Будем проверять. Видите, вот я часто думаю об этом сейчас в последние времена. Вы сами это наблюдали, может быть, последние, скажем, десятилетия, да? И до сих пор становится в церковных кругах очень модно делать разные формы извинения, да? То есть, какие-то разные формы неокульпа. Извиняемся за инквизицию, извиняемся все за крестовые походы, потом извиняемся за тех, но это все извиняемся за которые раньше жили. Это легко извиняемся за других, да? Легко извиняемся за других. Значит, у них есть, как бы видно, что желание покаяться, да? Неокульпа, неокульпа. А почему не покаяться сегодня и иметь такую смелость? Давайте проверим. Как для формы литургической? Соответствует ли она этим пунктам? Псако-закто консилиум. Если нет, то почему не имея кульпа сказать? Если так модно сегодня имея кульпа говорить. И это было быть более мужественно, потому что мы в процессе живем этого. И Папа Бенедикт XVI говорит в своем сопровождающем письме, которое он прислал епископам, когда издал «Moto Propoli Summono Pontificum». Там стоит очень важное выражение, может быть, оно уже вам известно, но тем не менее, я думаю, хорошо это повторить. Он говорит так. В истории литургии нет, вернее, в истории литургии есть только рост, то есть что-то возрастает, но нет какого-то прерыва, прерывности. руптура по-итальянски. Но, и поэтому, так Папа дальше говорит, я цитирую, то, что было свято и велико для предыдущих поколений, должно быть и сегодня для нас свято и велико. он это имеет в виду к литургии, конечно, относится Папа здесь в этом контексте. И Триденский собор уже говорил, очень важный тоже принцип, да, учитывая то, что Ватиканский собор сказал, Ватиканский собор сказал, что отцы Ватиканского собора продолжают учение предыдущих соборов, включая, конечно, Триденский собор. Поэтому этот принцип Триденского собора тоже нужно еще применять для интерпретации Второго Ватиканского собора, не только в Медиаторе Деи, но и в Триденский собор. И там говорит собор, 22-я сессия, 5-я глава, такой принцип, что очень важно, чтобы человек, так как он и душой, и телом состоит, чтобы он легче поднял свою душу, свое сердце к Богу, литургии, необходимо иметь различные формы внешние богопочитания, которые должны быть тоже какая, отражать какую-то красоту. И собор перечитывает, перечисливает свечи, ладан, одеяния и так далее. Оно поднимает человека к Богу. А что мы делаем во время литургии? Что такое в конечном итоге? Мы молимся? Это молитва. А молитва самая важная. А что такое молитва? Самая краткая дефиниция молитвы, вы знаете, по-латински говорится, «Elevatio mentis at Deum». Вознесение своей души к Богу или своего сердца вознести к Богу, вознести свою душу к Богу. Это дефиниция молитвы. И, следовательно, тем более мессы. Мессы – это самая высшая форма молитвы. Значит, нам нужно все способствовать, чтобы наше сердце, наша душа легче поднялась к Богу, к небесному. Духовные отцы, учители духовной жизни говорят, что в чем состоит в конечном итоге молитва. Молитва, она потом сводится в конечном итоге к адорации, поклонению, к созрецанию, контемпляциям. И потом даже слов уже не надо. Это суть молитвы в конечном итоге. Эти внешние слова, они нам нужны, не помогают, но чтобы внутренне. И это должно быть месса нам помогать, чтобы мы внутренне поднялись к Богу, чтобы мы могли созерцать, прийти в такое состояние, именно и поклонение созрецанию. И поэтому вот это время тишины и время того, что человек слышит иногда. Не обязательно, чтобы я сначала до конца только вот участвовал и что-то активным был внешне. Если это мне поможет поднестись к Богу, можно, но часто оно нам, может даже и нам мешает. нам нужно иногда какую-то тишину, чтобы лучше наша душа поднялась к Богу. И это форма, древняя форма литургии очень помогает людям. Даже сам латинский язык, даже если мы все не понимаем, каждое слово, тем не менее эта атмосфера тайны, мистерию, она нам помогает подняться к Богу, которая есть высшая тайна, невыразимая тайна. Мы не можем его выразить. И поэтому не обязательно, чтобы каждое слово понимали нашим разумом, потому что Святая Месса это не лекция какая-то, которую мы читаем. Мы сейчас делаем лекцию, да. Поэтому я вам сейчас не говорю на латинском языке, а то вы не могли следить. Это другое. Мы собрали сейчас для лекций. И поэтому но Месса она не лекция. И поэтому там можно использовать и латинский язык. Потому что мы знаем, в чем идет речь. И чтобы понять, конечно, если для чтения Евангелия, я думаю, это разумно на родном языке сказать, потому что это возвещение слова, чтобы человек мог воспринять это слово и потом проповедь. Но другие моменты литургии, я думаю, имеют свой смысл в сакральном форме языка. И так, я думаю, что истинное обновление нашей духовной жизни, нашей церковной жизни, оно только может идти из этого источника. Чем больше мы Богу даем место поклонения, и тем больше мы ставим Иисуса Евхаристического в центр нашей конкретной жизни, во-первых, нашей личной жизни, вере, таинства, заповеди Божьи. Но и особенно тем больше мы Иисуса Евхаристического берем всерьез до малейших деталей и ставим его в центр нашей литургии, наших способов служить мессы. От этого зависит судьба веры нашей, веры других и судьба церкви в нашем времени. Спасибо за ваше внимание. Можете потом еще задать вопросы, которые у вас есть. Вот такой вопрос. Поскольку вот здесь все, кроме вас, мирянин, правда, есть несколько человек, которые, надеюсь, со временем перестанут быть мирянами, но тем не менее, вот что миряне могли бы сделать для возрождения литургии церкви, потому что от нас не зависит, как служится месса. Да, это хороший вопрос, потому что миряне, они имеют, как вы знаете, общее священство. мы все священческий народ по Христе, корпус мистикум крести, и мы все друг с другом соединены. И когда вы, когда верующие участвуют на святой мессии, они тоже должны участвовать в духе священническом, конечно, по вашему уровню. а что это обозначает? Приносить себя в жертву с Иисусом Христом духовно во время святой мессы, вашу жизнь, вашу семью, и все приносить с Иисусом в эту жертву. Это, я думаю, самый главный аспект участия. И жить в единении с Богом, в таинствах, это, я как бы, главное умею. Потом конкретные формы, конечно, могут быть по-разному выглядеть. Я думаю, что допустим, во-первых, молитва, я бы вам советовал тоже почитание святых даров, делать поклонение святым дарам, это очень важно тоже. Как меня не будет, это может прекрасно делать. И этим созидается церковь тоже. Молитва конкретная почитанием святых даров Иисуса Христа, которые именно плод, именно жертва святой мессы, святые дары. Извините, пожалуйста, епископа, вот я так понял с вашей лекции, то, что папа Павел VI нарушил решение Второго Великанского собора, что он ввел новую мессу. Но это я не сказал. Но я понял как бы из... Это я не сказал и такое намерение я не имел. Поэтому прошу этого не говорить, я этого намерения не имел. Я еще не закончил, что может еще, что говорил Евгений. Вот конкретной формы могут быть молитвы, внутреннее участие святой мессии. Улучшить это, понимаете, это вы можете всегда. И этим вы делаете вклад в церковь. Потом конкретно, я сейчас хочу перечислить нефтью формы, но нам нужно всегда главное видеть, чтобы не начинать с второстепенного вещам. А потом конечно вы можете как миряне попросить там, где вы живете, в ваших приходах с вашим священником, чтобы допустим именно эти элементы, которые Второй Ватиканский Собор хочет и магистрирован в церкви просит потихоньку осуществлять, допустим, чтобы форма мессы служилась достойно, чтобы соблюдались все подписания, красивые орнаты, пение, может быть, чтобы сделать хор хороший, чтобы и тоже грекурианское песнопение, хотя бы частично или часть какую-то, допустим, или один раз в месяц в приходах, которые может побольше, чтобы там хоть в один раз в месяц ординарии на латинском языке петь, миссы ангелис, допустим, это можно научить и всех людей один раз в месяц, допустим, одно воскресенье сделать предложение, главную месту один раз в месяц сделаем ординарию на латинском языке, улучшить информ, принятие причастия, желательно, конечно, на колени в уста, как Папа Менедикт нам сейчас показывает, это это все конкретные шаги можете смирением предложить там, где вы живете, в ваших приходах, я думаю, отвечаю, и да, вот, я думаю, что я вам ответил, ну и потом, я не исключаю, тоже конференции делать, как вы сейчас сделаете, углубить учения церкви, литургии тоже, делать такие конференции тоже, полезно, это все, в области святолтических милия, конечно, да, пожалуйста. Вовремя, я хочу сказать, что я сейчас в английском, и тогда я это сразу буду говорить, потому что я не могу говорить, Если в 2. Ватикану в традиции есть, как это то, что это сегодня может быть в таком миссии в литургии значит вопрос мой, если Второй Американский собор стоит в традиции предыдущих соборов, как тогда может быть ситуация, что достаточно часто бывают такие миспойки? злоупотребление в сегодняшней литургии еще раз говорю, одна вещь это факты, факт есть такой, как Ватиканский собор вам сказал, я вам перечислю эти 7 пунктов, они ясны, написаны и сам собор говорит о себе самом, продолжая учение предыдущих соборов, не может быть по-другому, сам собор о себе так говорит другое дело, как оно потом, после собора, эта реформа литургическая осуществилась в некоторых формах, конечно не глобально, мы не можем сейчас полностью глобально сказать, что это ошибочно было, вся литургическая реформа это мы не имеем права такое сказать, я думаю, это было бы не совсем справедливо тоже мы только, я только хочу те пункты указать, которые именно не осуществились по желанию Ватиканского собора и это законно, можно их указать допустим, почему нет латин, собор хотел латынь ставить, хотя бы в какой-то форме еще, не совсем, чтобы исчезла и это сакрум, это вот созерточение на божественное в литурге самой, это силенциум, это и так далее все эти формы, если они исчезли сегодня, значит, нужно сказать, может там в процессе реформы было что-то, может, поспешно сделано и не совсем аккуратно, не все, но некоторые вещи я вам хочу это сказать, не все, но некоторые вещи потому что часто в истории церкви и было иногда смотрите, и реформа Триденского собора не была осуществлена сразу смотрите, реформа Триденского собора имесал Пии Пятого оно было применено во Франции в французских епархиях только лишь в 19 веке три века не осуществили и там были литургии очень очень странные в французских епархиях 19 века и только через движение Солем аббатство Солем Проспер Герожей благодаря его начинали епархии французские принимать месал Пии Пятого с 1570 года в 19 веке второй половине 19 века то есть поэтому в церкви бывали моменты и даже стали достаточно где тоже скажем в некоторых областях церкви не осуществлялось то что допустим хотел Папа Римский лесобор и я думаю что вот сегодня как я сказал нам нужно просто с духом церкви без критики без полемики с любовью с любовью с уважением в церкви в первую очередь мы должны бископы это делать но с помощью и мирян конечно как я говорил вам тоже можете участвовать в вашем предложении потихоньку снова вот прийти к такой форме которая более-менее соответствует сути самой литургии который хотел второй ватиканский собор я думаю что Папа Римский Бередик 16 и свои мотопроприи именно этот шаг сделал потому что мотопроприи он говорит цель этого тоже чтобы две формы то есть древние формы и новая форма друг друга обогащали почему нет я думаю эти формы которые мы сегодня видели эти формы они достаточно древние формы могут обогащать и новые формы да я уже вас не раз спрашивал об этом но без записи скажите пожалуйста под запись теперь чем может новая форма обогатить традиционно новая форма может обогатить я думаю допустим вот сегодняшний во первых я думаю что ватиканский собор и сказал чтобы чтения были на родных языках это сказал второй ватиканский собор желательно как пример я думаю это очень разумно я не вижу здесь какой то проблемы я бы это приветствовал это было бы обогащение сразу провозносить и петь библейские чтения чтение евангелия на родном языке это было бы обогащение допустим другое допустим сегодняшний стиль почти всех мест по всему миру в котором мы можем присутствовать в новой форме я говорю о стиле оно конечно такая где все как бы участвуют вовлечены ну во первых из-за языка что все могут это это я думаю что в какой то форме дать тоже людям больше возможности тоже участвовать в ответах к священнику как и сегодня было сегодня отвечали тоже люди на святой миссии это я думаю тоже позитивно который мы можем из нового обряда тоже обогащить чтобы ну может быть здесь нужно найти такую я думаю среднюю форму сегодня новой почти с начала до конца какое то только участие я думаю тоже нужно людям дать возможность какая то в какой то тишине допустим это была бы тишина канона в новой форме литургии если бы это значит я сейчас говорю об обогащении старого нового а потом я скажу об обогащение новое состав там очевиднее но это допустим второй элемент какая то немножечко большую часть я бы сказал кроме вот этих чтений потом и некоторые молитвы я думаю полезно тоже слух говорить это было бы обогащение для старого обряда допустим почему не пер ипсум мог бы священник громко говорить пер ипсум эткум ипса тем ипсум и даже петь почему нет это красивое благословление троицы допустим это потом после очень аж либеранус домини это красивая молитва я думаю это было бы тоже красиво и вслух произнести и петь это было обогащение старого обряда может быть даже и молитва верных было бы обогащение но я здесь сразу говорю как я это понимаю молитву верных чтобы вы не испугались я не думаю так как она сегодня практикуется во всех приходах молитвов верных это я очень жалею вот эту форму она слишком не имеет стиль литургический такой разговорный собранический стиль и это я считаю неправильно я думаю как она должна быть возьмите пример страстной пятницы там есть тоже молитва верных она очень красивая и торжественная пожалуйста не имей молитву верных в старом обряде уже страстной пятницы это и есть молитва верных почему не взять часть этой молитвы верных я так себе представлял бы я думаю это было бы красиво чтобы я уже такое предложение кому-то сделал и время сделать одну молитву верных только зафиксированную которую никто не может уже менять которая принадлежала бы к орду миссы как именно страстная пятница по реймус про понтифиций ностро реймус про обископа ностро на родном языке тогда это можно сделать то есть зафиксированную и очень с выражениями торжественными может быть 4-5 достаточно было бы или может на особых праздниках можно одну там еще добавить или может священник и епископ иметь возможность при каких-то особых случаях допустим какая-то там катастрофа задать еще одну сам молимся сегодня допустим за этих погибших или там во время войны может но это не больше чем одну там еще добавить и это было бы во всем мире во всех храмах одинаковая молитва верных всегда и красивая почему это было бы обогащение думаю почему нет вот я пару обогащений сказал обратно обратно новое место может быть обогащенное предыдущей я думаю этот в начале обряда начальный обряд с этими с конфитью старым длинным и двойным даже почему нет двойной конфитью сначала священник молится вслух я думаю это тоже было бы красиво обогащение для старой мессы чтобы конфитью священник молился вслух чтобы и люди его слышали как он исповедует свои грехи и чтобы все ему отвечали да да помилуй тебя всемогущего не только министра а весь приход мог бы ему отвечать и потом весь приход исповедуется священнику это было бы очень трогательно и красиво почему нет и я бы это взял бы для нового обряда этот начальный обряд из псалмов сорок вторым конечно и весь приход мог бы вместе молиться псалом это было бы красивое участие вот это я буду я думаю это обогащение потом конечно обогащение было бы весь обряд офертория я бы взял старого обряда или нового и оставил только один канон римский это противоречит все традиции римского обряда эти разные христики молитвы достаточно канон римский и я бы его взял и тоже в тишине в тишине может быть еще концекрацию слова концекрации мог бы совершенно на слух сказать а все другое в тишине я говорю сейчас о новом обряде если было бы для нового обряда и и с этими жестами тоже ну может оставить потом этот возглас тоже который сейчас есть министерий фидей я говорю сейчас о новом обряде не о старом чтобы вы неправильно поняли что можно для нового обряда еще улучшить можно вы знаете а вот на западе слава богу у нас этого нету на новой мессии вот передают причастие в руки или допустим еще еще злоупотребление злоупотребление потому что священник так вот видимо во втором ватиканском церкви не сказано что надо почищаться именно ну надо же в рот а не давать в руки это как вы думаете это чего это священники злоупотребляют так или как это почему это очень это очень тема сложная я об этом писал в моей книжке я думаю это будет очень длинная тема Папа Римский нам дает пример сегодня он дает причастие уделять только исключительно людям колено приклонено и усталость это Папа Римский сейчас делал повсюду и мы должны я думаю как священник и бископа ему здесь следовать это было очень я считаю одной из самых больших я убежден в этом одно из самых больших несчастье во всей истории церкви наша сегодняшняя я повторяю сегодняшняя форма причастия на руки это брак практика после церкви я считаю одной из самых больших несчастье и которая причиняет Богу Иисусу Христу большую боль через это нам нужно делать покаяние церковь будет делать это покаяние я уверен придут сто лет будут делать покаяние и говорить что мы до какой степени мы дошли как мы обходились с величием божества присутствующим в этих смиренных дарах если мы наблюдаем как в других странах причастие раздается это не осуждение людей а просто факт это очень это очень печально но я надеюсь что и Святой Дух ведет церковь и потихоньку я думаю папа начал уже дал знак я думаю это будет идти дальше только нужно терпение иметь Господь иметь терпение то обращаюсь прежде чем следующий вопрос да начал можно кто еще хочет спросить что-то могу даже попробовать снимать вопросы тоже а скажите пожалуйста а вот почему вот как вы причастие в руку или другие злоупотребления в новой месси почему такого в старой месси традиционной как вы считаете я говорил уже это сложная тема даже говорить об этом я думаю то мы будем целый час она она просто была заведена просто сначала в Голландии потом в Германии после собора без разрешения Папа Римского Павла VI против его воли это все документировано и против воли почти большинство пископата потому что каждый пископ был попросил мнение в 69 году в 68 году и большинство пископата мира опроверг причастие на руки и тем не менее они какие-то там определенные конференции пископов северных стран Германия Австрия Голландия Бельгия и так далее они делали большой прессинг на святом престол и сказали если Папа меня разрешит они должны по совести продолжать уделять причастие на руки потому что они уже до этого завели это чтобы поставить Папа Римского под факт уже в 65 году завели причастие на руки а в 68 три года позже начинают просить что Папа это задним числом разрешил и Папа не хотел разрешать и сказал я спрошу всех епископов мира и большинство епископов опровергло это и Папа им сказал вот видите они потом сказали мы не можем уже идти назад продолжать и поэтому Папа очень печально было для него и он это им разрешил но сказал в своем документе что традиционная форма причастия должна остаться в церкви но потом это пошло как лавина как мода одна конференция за другим начала заводить и я думаю это трагически что святой престол начинал потом давать разрешение это я думаю к сожалению это было очень печально и так вышло в принципе до сих пор потому что в 1916 вынужден был так я понимаю писать еще письмо особенно немецким епископам после его моду потом еще инструкция его моду им не было достаточно не только не только немецким не только да пожалуйста но хотелось бы сказать по следам предыдущего анна дело в том что как я вижу сейчас когда очень выраженный антихлергализм присутствует в том числе внутри церкви не только за ее пределами вот мне кажется что очень большую роль играет давление мирян на конференции на епископов на священников в том числе в конкретных каких-то ситуациях например в каком-нибудь итальянском приходе в том числе просто миряне могут отказаться принять причастие они будут настаивать на том чтобы и они будут заставлять священника так делать в руки да 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 я просто хочу сказать что две проблемы обозначить что сейчас очень большое влияние я бы назвала это даже по жестче давление мирян оказывается на священников приходских вот часто очень священники в многих странах имеют вообще как бы ну как сервисная служба в ритуальном услуге то есть даже сам их сан не имеет какой-то сакральности вот и правят миряне в приходах это первая проблема вторая проблема в связи с ней каким образом вот я думаю что многие вещи происходят не по злому не по злонамеренности а по невидению и из-за того что человек увлекшись так сказать идеями мира сего что называется вот отстаивая свои права и свободы как вы сказали в начале лекции утратил чувство сакрального и это уже происходит на ментальном уровне как вы сказали неосознанно и в связи с этим вот эти вот люди они не хотят ничего плохого они думают что делают хорошо вот и второе второе это первый вопрос о давлении мирян а второе о том каким образом можно внутри церкви мирянам же имеющим вот здесь присутствующие миряне имеющие специфическое образование могущие какие-то делать разъяснения какую-то просветительскую деятельность осуществлять какие-то могут быть формы чтобы не было опять же как вы сказали в начале лекции я с этим полностью согласна полемике чтобы это не было столкновение каких-то точек зрения потому что всякое насилие порождает насилие и отторжение вот и поэтому может быть тридентское место в таком находится угнетенном состоянии все время как в ней видят чуть ли не врага церкви понимаете вот я говорю ну пусть называй вещи своими именами и каким образом осуществляется может это посвятительская деятельность ну это конечно вопрос больше риторический к тем кто мог бы и хотел бы ее осуществлять может быть вы можете дать какие-то советы или комментарии по тому поводу по поводу того что я сказала это не столько вопрос сколько так сказать констатация констатация да и я не знаю как сформулировать вопрос что делать вот так наверное да я с вами согласен ваша констатация это она да я бы не сказал что это вот такое давление мирян на священников что это глобально в церкви это больше какие-то регионы в церкви я имею в виду Германия там Австрия Швейцария или какие-то еще оно не глобальное и конечно самого такого поведения чтобы миряне как бы взяли и начинали управлять священниками это не католический дух уже это протестантский дух и это уже церковь это не католический поэтому это уже другой феномен который это один из феноменов большого кризиса в котором находится в котором церковь сегодня переживает кризис один из этих элементов вторжения в церковную жизнь духа как бы более протестантского нежели из автентичного католического духа апостольской традиции но тем не менее это не генерально но тем не менее можем видеть это тоже да то есть где теряется уже вот сакральность самого сана священнического и тем более это одно потом вы сказали другое второй пункт второй пункт вы сказали ну осуществление просветительской деятельности без столкновений обязательно мы только можем знать смотрите истории церкви есть когда кризисы есть и мы живем в кризисе естественно это нельзя отрицать отрицать и мы только можем в кризисе через любовь уважение это дух Иисуса Христа конечно веритата фациент и синкоритата говорит свято Павел творите истину но творите но с любовью это часто мы забываем мы конечно в порыве того мы хотим истину и мы больше удаем ударение на истину и в нашем в этом ожидении которое хорошо мы забываем что каритас любовь уважение и к Папе Римскому и к епископу тем не менее мы должны это хотя иногда это очень в некоторых ситуациях трудно конечно есть исключительные ситуации но я говорю тем не менее и я как как метод как католический это должен сохраниться всегда извините пожалуйста можно вопрос а как вот как я слышал что новое место само по себе носят патистанский оттенок но я бы так не сказал это я бы так не сказал почему смотрите я конкретный пример привезу зависит как мы ее служим вот вот я вот жил в советском союзе сам в эстонии но после киргизии мы в эстонии у нас там был святой священник действительно святой отец павлевский мы там в тарту у нас был вход это было уже после собора то есть мы там в семьдесят этом году это уже сколько лет было после собора там уже была новая месса он и он услужил новую мессу но он всегда ее служил на алтаре старом он не поставил новый алтарь к народу а служил всегда наверху место было на латинском языке и он всегда употреблял первый канон место на латинском языке пение были традиционные иногда хоральные иногда традиционные причастны конечно в колене густа без сомнения я так вырос я там первое причастие принял в этой мессе она для меня была святая ничего протестантского там не было но это была новая месса поэтому несправедливо сказать что новая месса имеет протестантский оттенок сама месса нет к сожалению большинство которые ее многие которые ее служат могут ее служить так что кажется немножко протестантские какие-то там элементы но сама нет это было бы неправильно несправедливо и я тоже служу мессу новую я не вижу чтобы я получил дух протестантский извините еще раз повторяю зависит как кто это служит с каким намерением и как он это все ну ну маленькое дополнение на луке и ольге аминистра преподавства апостолов петра и павла мы с вами уже второй раз видимся очень приятно вас всегда видеть в москве тоже такой аспект о котором вы уже говорили то есть и о котором говорила говорили здесь все собравшиеся и она в том числе о некоем давлении на священника да но оно же может быть и обратным и только вы хорошо сказали я это хотел тоже еще добавить что здесь сказали да оно может быть и обратным продажи 皇ом то есть мы можем тоже выходить с инициативами к священнику конечно просить его о том чтобы он служил месту по латыни что мы собственно в нашем приходе и сделали раз в месяц так и есть мы можем выходить с инициативами к священнику о том что давайте обновлять резницу Мы можем делать молитвенные группы по-латыни, например, раз в месяц розари читать по-латыни. Это тоже эти моменты, которые я вам сказал. В принципе, правильно, но я прекрасно вы сейчас напоминаю то, что я хотел вам ответить. Анна, да? Да. Анна хотела ответить, когда вы говорили о давлении мирян на священников. Конечно, это протестантские духи. Я имею в виду негативный ответ. Негативный. Это нельзя. Спасибо Егору, что он как раз оболнил сторону этого. Но я хотел вам сказать, что я наблюдаю и мы наблюдаем другой момент тоже, где священники ведут себя как не священники, не в духе Христа, а как диктаторы. Они злоупотребляют свой священнический сан. И не учитывая достоинства мирян тоже. Как сейчас вы сказали Егор, что миряне могут иметь право тоже просить своих пастырей о тех благах, которые церковь им дает. Не этот священник. А он обязан дать то, что церковь дает верующим. Если церковь говорит, что, как я вам процитировал сейчас, чтобы латыни сохранилась и в новом обряде, то это право, это дар церкви для вас, мирян. Если вы пойдете к настоятелю и скажите, отец настоятель, дайте нам то, что церковь нам дает и хочет. Дайте нам то, что церковь нам предписывает и дает наше право. Имейте то же место именно на латинском. И тогда он должен вам, если он это не делает, то он поступает не по церковному. И ведет себя потом, к сожалению, как деспот. Потому что я часто встречал в мире, по миру, собираю, я приду к вашему ответу потом, вопросу. По миру узнаю информации, к сожалению, что вот именно священники некоторые отказывают людям давать им причастие, когда они на колени встают. Это фундаментальное невежество с какой-то стороны священника, или не знаю, какие у него интенции бывают. Это несправедливость великая, но она существует в многих странах мира сегодня, что отказывают людям причастие только из-за того, что они на колени встают. Вот недавно, даже в Риме было, я читал, в одном храме университетском, на Сапиенце, большой храм университетский, и там идет месса, и студент хочет причаститься, встает на колени, и капеллан этого университета во время причастия говорит ему, вставай, я тебе не дам на колени. Он ему отвечает, это мое право, я могу встать на колени, я хочу Господа так принять, ему поклониться. Он коротко ему ответил, говорит, нет, я тебе не дам, если не встанешь, не дам. Тогда он, этот молодой студент, поднимается и уходит в скамейку обратно, не приняв причастия, что он ему не дает, он говорит, я тебе не дам, если не встанешь. Вот, пару недель назад в Риме, в самом Риме, и потом этот, конечно, студент или человек, не знаю, сколько ему лет там был, но мужчина был, и он потом пошел в офис этого капелла, но его не было, а там был его собрат в этом офисе, он ему рассказал это. И этот собрат, он так как бы удивился, как можно себя так вести, и он говорит, я сейчас сам с вами пойду в храм и дам вам причастие, то есть после месы. И он это сделал. Видите, какое, тоже есть разница, конечно, в сочинниках, но это я все больше слышал в разных странах. И это, конечно же, идеология. И в этом, я думаю, что здесь биряне могут, еще раз повторяю, с уважением, но с истиной. Вы можете сказать, согласно этому пункту Собора Ватиканского или этого документа, есть многие документы. Мы имеем право это, и нам нужно было бы это сделать. Мы вас хотим просить любезно, с уважением, пожалуйста. Но вы можете это просить, и не стесняться. Но не начинать полемику, не надо этого. Другой, что вы на Ваши посещения. А вот первый, кто подверг изменению алтаря, это же был Мартин Блютер, по-моему, если я ошибаюсь, или я ошибаюсь? Ну, вообще, когда еще в 16-м году. Ну, идея была, хотя он сам этого не сделал. Вот. То есть идея, потом и другие патестанты, и сейчас мы служим на столике. Ну, терпение, я говорю вам. Было много в церкви моментов, как я вам сказал. Святой Дух работает в церкви. Вам нельзя думать, что церковь же не человеческое заведение. А церковь, кто руководит церковью? В конечном итоге не Папа Римский, а Святой Дух. Он держит руль церкви в руках. Так все святые отцы говорили. А кто глава церкви в конечном итоге? Иисус. Папа Римский, он видимый глава, но замещает. Конечно, от них многое зависит, от епископов и от иерархии. Но, и как и от верующих, мирян. Но Святой Дух ведет церковь. Нам нельзя это забыть. Может, какое-то время мы должны претерпеть эти моменты тяжелые. Но здесь нам нужно упражняться в вере, просто сверхъестественной вере. Да, пожалуйста. Я прошу прощения, Владыка, вы уже следы, но меня все больше практика интересует. Я как преподаватель в свое время в высшей школе обнаружила, что студенты абсолютно не знают своих прав. И я стала очень непопулярной среди коллег многих, не всех, в связи с тем, что я студентам в начале каждого курса объявляла, на что они имеют право, объявляла программу курса и все условия заранее, чтобы перед ними не возникало тех неожиданностей в конце курса, когда, как говорится, уже поздно. И в том числе их студенческие права, которые утверждены законодательством государства, в котором они учатся. Это тоже очень важно. Что они могут просить, что они могут требовать, на что они имеют право. В связи с этим я хочу такую сраполяцию сделать, небольшую, на приход, например, на отношение к церкви к епископу. Прихожане не знают, что могут просить, не знают, на что они имеют право. Например, как тот человек, который имел право принять причастие на коленях. Я сейчас укорочу свой вопрос, может это вызвать смех, но может ли настоятель обязать своих прихожан прочесть документы 2-го Ватиканского собора, чтобы они их хотя бы знали? Ну, обязать нет. Он может им рекомендовать. Как восприятную рекомендацию. Рекомендовать может, конечно. То есть, можно сделать кусины какого-то того, чтобы люди хотели что-то узнавать? Ну да, это я вам говорил. Вы, как миряне, можете такое делать. Конференции или просвещать, книжки выдавать, маленькие брошюрки. Почему нет? Ведь прежде чем что-то просить, надо знать, что можно просить. Это, конечно, именно работа очень полезной мирян, я думаю. Поэтому, я думаю, поддерживал ваши здесь усилия и у него в очереди, и вашего общества святого... Святейшего сердца. Святейшего сердца Иисуса, да. Святейшего сердца Мы должны постараться, я вам советую, вместе, вместе, больше силы. То есть, разные группы мирян, соединяйтесь вместе. И чтобы сильнее продвинуть, по благе церкви же, конечно. Вы же не ищете, кажется, свою выгоду или свою, а вы же хотите только же продвинуть славу Бога, Иисуса Христа, в церкви. Ну, извините, пожалуйста, а вот я знаю ряд прихожан, которые против, конкретно против традиционной мессы. Только вот то, что есть новое мессы и больше ничего. Потому что это официальная месса церкви, и не придет ли конфликтация, если, допустим, одна, приходит продвигать одну идею, другая будет стопорить эту идею, и как бы получится конфронтация. Потому что одни более либеральные взгляды проповедуют, другие более консервативные взгляды. Но, я еще раз говорю, не надо здесь сделать полемику, если человек нужно с уважением к нему относиться. Церковь дает, знаете, разные возможности. Есть именно этот древний обряд. Ему не можно навязывать всем, пока церковь это не делает, и мы тоже не можем это делать. Оно свободно. Я думаю, нам нужно быть здесь заимно толерантно. Какую-то толерантность нам нужно. Прошу прощения, осталось несколько минут всего, кассет, на которой мы пишем. Поэтому прошу формулировать вопросы предельно кратко, если вообще формулировать. Большое спасибо. Правда, на самом деле, Владыка, огромное спасибо за то, что вы все-таки находите время в своем графике приехать сюда в Москву, быть с нами, служить для нас месту. Это тоже очень важно для нас. И, наверное, вы тоже немножко радуетесь каждый раз, когда приезжаете и видите, что люди не уходят, но появляются новые и новые. Это для вас тоже маленький такой стимул для того, чтобы вы дальше продолжали свою работу от майора Андрея Грузия. Да. Конечно, спасибо за ваши слова. Я рад этому. Я хочу вас поддерживать и вас, как я только что сказал, вас укрепить, чтобы вы все больше сплощены были вместе. Вместе. И это дело, слава Богу, вы продвигали в церкви. Я вас только хочу поддерживать и вас, как епископ, я не ваш епископ, но я тем не менее епископ в церкви. И хочу вас тоже вам сказать мое благодарение, как епископ, за то, что вы делаете в церкви. Хотя я не ваш епископ, но я вам хочу тоже сказать мою признательность и продолжайте. Это вы делаете вклад маленький, скромный, но истинное обновление и истинно реформа церкви. Я на этом убежден. Если кто хочет, я вам покажу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.